Привет, друзья! Хотите взглянуть на новый Lexus GX? Что ж, тогда возьмите себя в руки и я попрошу от вас немного терпения. Lexus в последнее время как будто бы сорвался с цепи. Сначала Toyota для богатых представила тизер нового TX, а спустя несколько дней японцы опубликовали пару фотографий с новым поколением Lexus GX. Оказывается, модель живее всех живых и не собирается покидать этот мир. А ведь ранее циркулировали слухи, что TX вытеснит новинку и Lexus от нее избавится. На самом деле все чуточку сложнее, чем мы думали. Новый GX в линейке Lexus займет место между топовым LX и еще непредставленным TX, так что любители суши и саке засыпят своих клиентов новыми моделями. Словно детей новогодними игрушками. Новый GX сохранит рамную конструкцию и позаимствует платформу у нового Land Cruiser 300. Это тележка TNGA-F, на которой построена добрая половина модельного ряда концерна Toyota, так что здесь особо нечем удивляться. С силовыми агрегатами все тоже очень предсказуемо. Старичок V8 объемом в 4,6 литра отправится на покой, а его место займет более современный трех с половиной литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью в 415 сил. С этим двигателем нам уже удалось познакомиться благодаря новому Land Cruiser. Проанализировав ранее изложенную информацию можно сделать вывод, что GX и 300 будут много в чем похожи между собой. Главное, чтобы новый Lexus не подхватил болезнь нового Land Cruiser с качеством сборки, от которого кровь из глаз идет. Довелось лично пощупать, как японцы собирают новую 300-ку. Чуть позже компания обещает представить еще и гибридную силовую установку для нового GX. Я думаю, вы уже сами поняли по фотографиям, что визуально GX будет другим продуктом, со своей индивидуальной дизайнерской концепцией, матричными фарами и другими наворотами. Премьера нового кузова состоится уже в 2023 году, а когда именно компания сообщит в ближайшее время. Тойота Знаете, что Тойота умеет лучше всего делать? Продавать автомобили. Но кто еще, кроме японцев, может похвастаться первым местом в рейтинге самых продаваемых брендов в мире? Одним из столпов, на которых держатся эти продажи, является Тойота RAV4. Вы не поверите, но этот кроссовер с внешним видом обиженной устрицы стал самой продаваемой моделью в мире за 2022 год. Всего Тойота удалось продать 1 миллион 16 тысяч экземпляров RAV4. Причем 41% от всех продаж пришелся на рынок Северной Америки. Любят американцы, японский автопром. Но это еще не все. На втором месте в этом рейтинге тоже расположился продукт японского гиганта и имя ему Corolla. Вечно молодая и неубиваемая Corolla продалась с результатом в 992 тысячи экземпляров. Сумасшедшие показатели, от которых голова идет кругом. И ты не понимаешь, как Тойота на фоне других производителей из Японии умудряется клепать такие хиты продаж. У них что там небесная кузня? Говорят, секрет кроется в надежности. А ведь многие производители забыли, как звучит это слово и как важно, когда оно присутствует в характеристике автомобиля. Но давайте вернемся к рейтингу и доведем дело до конца. Тройку лидеров замыкает электрическая Tesla Model I с показателем в 747 тысяч экземпляров. Самое парадоксальное, но в пятерку самых продаваемых моделей входит еще одна Тойота. Ею оказалась Camry. Большой седан оказался настолько популярен по всему земному шару, что сумел продаться аж на целых 673 тысячи экземпляров. И кто-то еще сомневается в успешности Тойота? На сегодняшний день это самый, что ни на есть номер один автопроизводитель в мире. Конечно, первое место не значит самый технологичный и красивый. Но народную любовь Тойота удалось завоевать. А это многого стоит. Всеми известный Брабус взял, да и прокачал электрический Mercedes EQS 53 AMG. Правда, прокачка коснулась в первую очередь внешности. С технической частью у парней как-то не заладилось. Они решили не трогать внутренности электрокара и смирились с заводскими показателями электромобиля. А они здесь и так очень серьезные. 761 лошадиной силы хватит с головой. Да и 1020 ньютон-метров хватит, чтобы перезагрузить ваше подсознание и развить первую сотню за 3,4 секунды. Здесь все как бы на уровне. А вот внешность, по мнению тюнеров, у стоковой модели слабовато. Мало шильдиков. Вот парни принялись обвешивать электрокар значками своей конторы, словно новогоднюю елку игрушками. Как только парни закончили шильдиками, они бросились разрабатывать для электрокара новые фирменные диски. И даже потрудились рассчитать в аэродинамической трубе все элементы обвеса из карбона. И теперь, благодаря наличию заднего спойлера и нового диффузора, ребятам удалось уменьшить подъемную силу на задней оси примерно на 40%, что положительно сказалось на балансе автомобиля на очень высоких скоростях. А этот проект способен развить максимальную скорость в 250 км в час, что для электромобиля достаточно серьезное достижение. Не забыли парни и про переднюю ось. И установили на ней небольшую аэродинамическую губу, что тоже положительно сказалось на подъеме передней оси. И это должно улучшить управляемость на высоких скоростях. По крайней мере, это нам обещают сами тюнеры. Ну а теперь цена. За такой достаточно скромный аэродинамический обвес Брабус просит достаточно большую стоимость. Правда, эту стоимость компания не озвучивает. Но об этом мы можем судить из конечной цены самого автомобиля. За готовый проект, который вы видите на своих экранах, компания просит 327 857 долларов. И это при том, что в принципе это стоковый автомобиль, во внутренности которого никто не лез. Вся разница заключается исключительно в карбоновом обвесе. Вот как нужно зарабатывать деньги. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok